всем доброе утро вечер день всем доброе утро ребят сколько у нас время с вами виталий зеленый это рита и сейчас нахожусь у риты потому что мы едем по делам по делам мы едем в город северо донецк потому что я слепой мне надо лечить глаз сначала нужно его проверить потом лечить я никак не мог провериться это меня туда записала и тащит вот если б не рита вообще наверно никогда не проверил свой глаз у меня если кто-то не знал правый глаз слепой там ну и 100 процентов он видит пациентов 10 или вообще там что-то вообще такую фигню ну и что будет самое интересное все это буду снимать потому что новый город я там еще никогда не был и рита не было до рита рита сделала чаек сейчас пьем чаек и и уже нужно будет бежать на автобус дети идут в школу я тоже иду в школу дарит не знаю это точно портфель сзади как у школьника все мы уже вышли на автобус на улице морозец минус два я нормально вроде одет на низу конечно кроссовки но вверху ключа я курточка ребенка портфель выше чем у меня выведен лед какой это потому что мороз да мы уже в городе подходим почти на станцию сейчас сядем в автобус нам тарахтеть как рита говорит тарахтеть часа два селим в автобус говорим пополам или впихнулись там бабуля все такая встала короче и по часа дуплится не может залезть это капец как нервирует людей куча ждет ее она стоит на проходе и впихнется не поймет что и делать либо пакет поставить сначала либо самой сесть выбесила даже на наши сели теперь можно взрыгнуть куда наконец-то мы приехали сейчас возьмем такси у нас десять минут до того чтобы добраться в больницу потому что у нас на 11 уже без 10 11 повезли нас в больницу вот больница уже не знаю ребята что смогу то буду снимать не знаю где будет можно снимать не будет нельзя в общем заходим в больницу и будем сейчас лечиться ну не лечиться а проверяться кому водяне комбинат кому хорошо раздевайтесь колебувайтесь и вперед а перебывать щеки нету а вот она я понял нам вручили бахилы и послали на второй этаж и направо у нас короче конфуз возник прикиньте мы приехали не в ту больницу получается по городу две больницы и мы приехали не туда куда надо нас таксист привез не туда рита он вообще злая не показывай мне надеюсь сейчас мы там где нужно желаю на виталий руслан учиться месяц 29 0 5 тысячи девятьсот девяносто пятом ребят у меня проверили короче сейчас мы ждем я не знаю или там получается что скажет врач там посмотрит на всякие там бумажечки эти все там что они там помечали хочется медсестры меня помечали проверяли всяких аппаратах там это на точки смотрят на рисунки на такое а потом передали это все врачу мы сейчас сидим просто ждем внутри то сидит на телевизор так там конфетки там конфетки бесплатные есть я уплетаю да и дима же ужасно хочется кушать час же когда нас выпроводят пойдем куда-то перекусим и будем решать поедем домой сегодня и все-таки придется здесь остаться и поехать завтра если нет автобуса короче мне закапали глаз чтоб заглянуть в роговицы ой спалился короче капец он мутный пробуем посмотреть ребята у нас ситуация такая нас уже отпустили из больницы дали выписку мне пока там назначили линзы типа говорят операция стоит дорого а пока мисс попробуйте ополчить линзы вот такие вот дела но и плюс к тому мы хотим все это я очень сильно хавать мы ищем здесь и какую-то кафе потому что мы не хотим за вы только что зашли в какую-то забегаловку там сидят пиво пьют такое ну я там допустим с пацанами посетила рите там некомфорт и сейчас мы ищем кафе какое-то и нам еще нужно как-то домой уехать либо квартиру снять я не знаю короче бу ищем варианты любые короче ребят дела обстоят так мы нашли все-таки кафе с ритой вот я уже взял себе тут к ну дернуть то что сильно устали вот и сейчас мы ходили на станцию автобус у нас завтра только 8 чем то то есть надо снимать квартиру сейчас его достал ноутбук ноут ноутбук достал тут есть вай фай и будем сейчас искать квартиру в север донецке сейчас покушаем и надеюсь найдем квартиру и уже потом включим учение у нас будет на квартире в этом посмотрим все ребятки живем нашли мы квартиру только что договорились все нормально за 170 гривен получается получилась у нас квартира в рубли это где-то рублей 500 представьте ну однушка такое все простенькое ну блин смотрите раз где спать здесь вот есть спать вот это короче подогрев да и там и кондиционер короче то нормально ребят вот так вот переночевать марш и дома искали кухонка микроволновка есть холодильник есть столик все помыть посуду там посуда постельная есть сейчас еще ванну посмотрю тем не знаю скажи нормально все простенько и комфортно да у нас микроволновка есть понимаете микроволновка микроволновка так главное еще и вон покупаться есть ванна он так все уютненько нормально ну конечно ванна реальна но мы не придирчивые у машинка есть стиральная кстати на радость мне можно носки постирать и самое главное есть стиральня все всем спасибо было круто Рита ты можешь смотреть? и jagell and а бумажка есть? и развеешь ты будешь попку подтирать не знаю ладно? я брала с ума для тебя круто а чем? Man можно будем если что ну что ж ребят на сегодня я думаю хватит приключений набегались, нагулялись Вроде бы, ну, порешали со зрением, ну, так сказать, наверняка решили и узнали, что у меня там. Долго это объяснять, я сам почти ничего не понял, но факт в том, что нужно хирургическое вмешательство. То есть, либо лазерное там вмешательство, то есть, лазером там мне лечить, либо там, короче, линзу вставлять изнутри роговицы, получается, там, разрез делать на глазном яблоке и вставлять туда какую-то там, как я там, линзу. Вот. Это очень стоит дорого, тысяч двадцать, пятнадцать тысяч гривен, в рубле это около пятидесяти тысяч рублей, вот, в сорока пяти, сорока тысяч рублей, вот так вот примерно это стоит. Вот, но это дорого, это в будущем, наверное, буду все-таки делать, потому что очень сложно ходить с таким зрением. А сейчас уже, конечно, вечерок, будем с Витой смотреть Мажора. Кто смотрел Мажор, напишите в комментариях, классный фильм. Я вот не смотрел, не смотрел, пацаны сказали, я, блин, как начал смотреть и заинтересовался. И немножко вот это, перекус такой, фруктов, и там, я айс люблю иногда выпить, и таранки чуть-чуть. Ну что ж, ребят, до завтра, завтра еще встретимся, завтра ехать домой, опять вставать в восемь утра. Давайте, ребят, до завтра. Доброе утро, сегодня завтрашний день, вчера был вчерашний. А я ж вам не показал вид из окна, тут из балкона, и тут, кстати, классный вид. Ну, вчера просто был вечер, поэтому я не показал, смысл, вот ничего не увидели. Так, получится у нас открыть. О, тут прикольный вид. Я говорю, прикольный, ну, такой, такой себе, на газеточку, на газеточку, на газеточку. Не знаю, я закрыл или нет. Приехали мы в свои края. Я только что встал в Артемовске. О, блин. Я только что встал в Солидаре, а Рита поехала дальше в Артемовск. Ну, я встал на заправке. Ой, да это вам ничего не говорит. В общем, идти мне километра два домой. Пешком. Пацанам позвонил, пацаны заняты, Вадим занят. Стряжется, а я не буду ждать на холоде, придется идти пешком. Вот такие вот пироги. Ну, ничего, прогуляюсь. Нормально. Жирок потрясу немного. Немножко попутешествовали. Я вообще люблю путешествовать. Вот так вот. Прикольно. Ребят, вот сейчас сел монтировать влог, и хочу, увидел, что я не попрощался там с вами, и хочу попрощаться. Пока. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки. Про лайки не забывайте, ребята. И пишите свои комментарии внизу. Я говорил уже много раз. Я все перечитываю и общаюсь таким образом с вами. Мало кто пишет комментарии, так что пишите почаще. Люблю читать комментарии, когда выходит влог, и отвечать вам. Давайте таким образом будем с вами общаться. Ну, все. До новых влогов, ребятки. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...